Накануне главного праздника Управления социальной защиты населения и Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации городского округа организовали для наших ветеранов торжественное мероприятие. Когда началась война, Юрий Орехов был ребенком. Он до сих пор помнит испытания, выпавшие на долю советского народа. Сейчас возглавляя совет ветеранов, лично знаком с каждым участником Великой Отечественной. На территории городского округа проживает около ста ветеранов. И когда у них спрашиваешь, ну вот расскажите, как, пройдя такие тяжелые годы своей жизни, вы дожили до таких лет? И они всегда отвечают, май для нас самый тяжелый в жизни месяц. Потому что в этот месяц мы вспоминаем тех, кого потеряли в годы войны. Год назад из-за ограничений, связанных с пандемией, встречу, посвященную 75-летию со дня победы, провести не удалось. Зато сейчас ветераны, труженики тыла, дети войны вновь встретились, чтобы вспомнить май 45-го. С огромным удовольствием ходят на наши мероприятия, потому что они получают удовольствие от общения, от внимания, от доброты, теплоты и участия к нашим ветеранам. С Днем Победы ветеранов поздравили депутаты Московской областной думы и Совета депутатов городского округа Люберцы. В этот день хочется вам всем поклониться и участникам Великой Отечественной войны, и участникам боевых действий, и труженикам тыла, потому что без тыла невозможно было бы воевать. Это и оружие, и снаряды, и техника, которую делали наши заводы, и люди трудились по 14-16 часов в смену. Поэтому тоже низкий поклон. В ответствах Совета депутатов, в ответствах председателя Совета депутатов Сергея Николаевича Антонова, поздравляем вас всех с праздником Победы. Эта Победа, она общая, и эта Победа, она останется в сердцах до конца жизни всех наших потомков. Завершилась встреча праздничным концертом. Его подготовили творческие коллективы округа. Григорий Ворванин, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.